Принцесса, Человек-паук, Снеговик и Снегурочка. В праздничные дни это уже не просто дети, а волшебные персонажи. Ведь для самых маленьких Новый год настоящая сказка. Слышу музыка, которая, да пусть ли звонки, видать, Емеля домой возвращается. Ну, здравствуй, дорогой! С подарками к детям приехали местные власти и руководство области. Хочу вам в эти праздничные дни всем пожелать крепкого здоровья. Всех с наступившим Новым годом и с наступающими новогодними фресликами. С Рождеством к Христову! А в детско-юношеской спортшколе свои первые спортивные награды завоевывают новозыпковские школьники. Здесь в праздничные дни решили не расслабляться и провести фестиваль от значка ГТО к олимпийской медали. Команда у меня 5 мальчиков, 5 девочек. Настроены они по боевому углу и готовы соревноваться и побеждать. У нас сейчас дети 5 класса. И сколько лет фестиваля у меня? 6-й год. Замгубернатора предложил расширить состав участников фестиваля. Есть идея объединить в команды ребят из малокомплектных школ. Посетила делегация и другие спортообъекты. В ФОКе на стадионе труд прошли соревнования по волейболу. В физкультурно-оздоровительном комплексе новозыпков замгубернатора встретился с подвижниками такого спорта, как настольный теннис. На территории Новозыпковского городского округа в 2019 году был и открыт физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Долознан. Сегодня реализовывается строительство ледового дворца на территории города Новозыпково. Запланировано на этот год, 2020 год, футбольное поле с искусственным покрытием. Замгубернатора напомнил, что в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» к 2024 году 55% населения должны быть вовлечены в занятия физкультурой и спортом. Также в рамках визита были подведены итоги года и поставлены планы на ближайшее будущее. Андрей Мамошин, Денис Пашков. События новозыпков.